Карантин не повод лишать абитуриентов возможности познакомиться с одним из ведущих вузов страны. В Одесской Академии прошел день открытых дверей в новом формате – онлайн. С помощью прямых трансляций на телеканалах, информационных сайтах и в соцсетях школьники из любого города Украины, а также из-за рубежа в прямом эфире смогли услышать актуальную информацию об условиях поступления и преимуществах обучения в Одесской Юрокадемии, а также получить ответы на все интересующие их вопросы. К онлайн-эфиру одновременно присоединилось рекордное количество абитуриентов – более 4 тысяч. Подробнее в нашем сюжете. С введением общенационального карантина в Украине, когда многие учебные заведения стали перестраиваться на работу в удаленном режиме, студенты и преподаватели Одесской Юридической Академии одними из первых перешли на дистанционное обучение. Для вуза эта практика не новая. В университете на протяжении многих лет действуют уникальные онлайн-программы, видеолекции и обучающие авторские видеоролики. В то же время руководство Юрокадемии большое внимание уделяет будущим студентам, тем, кому в новом учебном году только предстоит влиться в большую университетскую семью. Чтобы абитуриенты могли узнать об условиях поступления и перспективах, которые открываются в одном из самых инновационных и прогрессивных вузов страны, для них был организован День открытых дверей, который прошел в необычном формате – в режиме онлайн. Смотрели эфир и учащиеся девятых классов, которые стремятся поступить в колледж. Кроме того, колледж – это еще и возможность получить высшее образование для тех одиннадцатиклассников, которые по разным причинам не сдали внешне независимое оценивание или получили низкие баллы. А тем, кто проходит подготовительные курсы онлайн в колледже, получает плюс 50 баллов при поступлении. Президент нашего университета Сергей Васильевич Кивалов еще несколько десятилетий назад был инициатором и одним из проводников колледжной системы образования, что является уникальным. Если вы поступаете на базе девяти классов, то вы учитесь три года и поступаете на третий курс уже непосредственно на Национальный университет Одесской юридической академии. Если вы поступаете на базе 11 классов, вы поступаете тоже на третий курс, но учитесь два года. И фактически вы сдаете только вступительные экзамены. Вступительные экзамены у нас – это украинский язык, диктант и тестирование по праву, это по билетам, это устная сдача экзаменов. День открытых дверей в Одесской юрокадемии прошел в прямом эфире, который одновременно транслировался на ведущих одесских телеканалах, новостных сайтах, на официальном ютуб-канале университета, а также на инстаграм и фейсбук-аккаунтах вуза. К трансляции присоединилось рекордное количество участников – 4000 молодых людей со всех уголков страны. Только в ютубе почти 4000 человек. Это говорит о том, что, во-первых, такой формат, он имеет место быть, он интересен людям. Мы со своей стороны постарались донести ту иную информацию. Самое главное, на протяжении многих десятилетий мы делаем лучшие наборы. В этот раз школьников также интересовали условия учебы, возможности поступления на бюджетные места и, самое главное, востребованность тех или иных специальностей. Высокое качество образования обеспечивается благодаря современной материально-технической базе и сильнейшему профессорско-преподавательскому составу. Студенты также имеют возможность слушать лекции на английском, французском, немецком, испанском и итальянском языках, которые считают лучшие профессора Европы, США, практикующие юристы, адвокаты, суди, политологи, социологи, журналисты с мировым именем. Сегодня много вопросов было с Донецкой области, Луганской области, задавали вопросы по поводу льгот, по поводу поступления. Также было большое количество вопросов по поводу образовательного центра Крым-Украина, какие льготы есть у этих детей. При поддержке руководства был создан еще два года назад центр, который будет помогать абитуриентам регистрировать электронные кабинеты, которые будут помогать, если будут какие-то сложности в подаче электронных заявок. Также номер телефона 719-88-00, это номер приемной комиссии, он работает каждый день с 9 до 6. В Одесской юрокадемии представлена вся география Украины. Более 90% студентов приезжают учиться в Одессу из других регионов страны. Ежегодно ВУЗ бьет все рекорды по набору студентов и возглавляет престижные всеукраинские и международные рейтинги. Чтобы поближе познакомиться со всеми специальностями, а это право, политология, социология, психология, журналистика, IT-сфера и филология, у школьников впереди целая неделя открытых дверей. У нас будет неделя открытых дверей, в рамках которой каждый факультет будет проводить свой день открытых дверей. Следующий день открытых дверей, я думаю, что недели через три, он будет проходить. Уже сам президент Национального университета Одессы Критической Академии Сергей Васильевич Кивалов лично будет принимать участие вне открытых дверей онлайн, лично общаться с абитуриентами, и все, кто хочет задать ему напрямую те или иные вопросы, получат все необходимые ответы. Школьников также интересовала академическая мобильность, возможность обучения в разных городах Украины, где расположены структурные подразделения Юрокадемии. Также популярные среди абитуриентов вопросы условия для творческого и спортивного развития в университете. К слову, именно Одесская Юрокадемия, имея самую современную спортивную инфраструктуру, и где учится наибольшее количество чемпионов Украины, Европы и мира по разным видам спорта, была признана одним из самых спортивных вузов страны. На сегодняшний день открытых дверей онлайн одним из актуальнейших и наиболее вопросов было, в первую очередь, проживание в наших студентских гуртожитках. Скажу, что все иногородные студенты, а также студенты всех факультетов, имеют возможность проживать в наших студентских гуртожитках. Также актуальным вопросом был развиток культурный и спортивный наших студентов, что в нашем университете, зауважу, что есть несколько спорткомплексов на базе университета. Также проводятся различные, просто безлечащие масштабных спортивных соревнований, конкурсов. Одесская юрокадемия – один из немногих вузов, который взял на себя социальные обязательства о 100% трудоустройстве студентов и выпускников, хотя это не предусмотрено действующим законодательством. Университет заключил договоры со многими госучреждениями и силовыми структурами, такими как Национальная полиция Украины, Генеральная прокуратура, НАБУ, ГБР, Министерство юстиции, где студенты проходят стажировку и затем трудоустраиваются. Более того, заключаются договоры с нотариусами, адвокатскими объединениями, проводятся ярмарки вакансий и собеседования с предприятиями и организациями, которые заинтересованы в том, чтобы привлекать к себе на работу молодых специалистов. И этот процесс происходит на постоянной основе. Таким образом, стопроцентное трудоустройство студентов и выпускников является одним из главных приоритетов в работе Одесской юридической академии уже на протяжении 22 лет.